Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И, как всегда, в этой программе мы говорим о самых главных событиях и людях, которые эти события создают. Сегодня у нас в гостях Индира Георгиевна Цапанова, декан юридического факультета российской таможенной академии, кандидат юридических наук и еще к тому же полковник таможенной службы. Мне как рядовому уже вроде как-то неловко, должен встать сразу по стойке смирно. Давайте я сразу прицеплюсь к тому, что 25 октября день таможенной службы. Вот скажите, что в этот праздник делает таможенник? Там 100 грамм наливает, одевает на себя или надевает мундир, там белая рубашка, идет гуляет куда-то, встречается со служивцами. Ну, конечно, это самый главный праздник для российских таможенников. В этот день, вы совершенно правильно сказали, мы одеваем форму, белую рубашку. Те, кто являются действующими, работниками, сотрудниками, государственными служащими в системе таможенных органов, именно такое отделение, они действительно одевают парадную форму. Накануне проходят торжественные мероприятия. Ордена медали? Обязательно. И вот таким образом проходят. И выполняют свои должностные обязанности. То есть границы на этот день упрощенного прохода нет? Совершенно нет, нет. А те, кто работают, они не злятся, что в их профессиональный праздник приходится работать? Вы знаете, по-моему, это очень приятно, конечно же. Ну, конечно, это все равно... Все поздравляют. Конечно. Потом это такая торжественность момента, на мой взгляд. Мы, работая в Академии, для нас это самый-самый главный праздник. Конечно, мы работники и образования, но тем не менее для нас это самый главный праздник. Ну, давайте поговорим, потому что действительно здесь три таких вектора сходятся. Это таможенная служба, это педагогика, это юридическая в данном случае ее составляющая, так как вы являетесь деканом юридического факультета. Начнем с того, что... А как вообще женщина может стать полковником таможенной службы, а потом еще и деканом юридического факультета? Это как такое может быть? Ну, на самом деле, я думаю, что это совершенно просто. Сегодня женщина выполняет разную функцию, и вы знаете, что есть и генералы. Ну, что касается меня, то... Ну, еще все перейдите. Спасибо. Что касается меня, то я закончила университет, юридический факультет. После окончания, с отличием, закончила. Я пришла на работу в отдел дознания, в таможенные органы. Какое-то время поработала, около года. И приняла для себя решение, что хочу учиться дальше. Подала документы в аспирантуру. Аспирантура находилась и тогда, и сейчас находится в Российской таможенной академии. Здесь у нас? Именно здесь, в городе Люберце, совершенно верно. Благополучно прошла вступительные испытания и стала аспиранткой, адъюнктом. Закончила обучение в аспирантуре, в адъюнктуре. И была принята на работу в Российскую таможенную академию. С тех пор, вот, с марта 1997 года я работаю в Российской таможенной академии. Ну, вы успели, как говорится, почувствовать эту работу своими руками, своим умом, да, персонально? Ну, я работала в отделе дознания, конечно. Это вот если что-то у меня в сумке нашли, не то, и вы пошли к меня дознавать. Или паспорт, да? Это возбуждение уголовных дел, осуществление дознания, да-да-да. Таможенные органы являются органами дознания. Там, наверное, стены такие страшные, облупленные с кровью. Совершенно обычные, в обычном помещении все это находится, конечно. Я понимаю, что вы шутите, но и тем не менее, нет, это совершенно... Это непосредственная функция таможенных органов, поэтому есть такие подразделения во всех таможнях. Вот в одной из таможен я работала. Мы обязательно вернемся к Российской таможенной академии, посвятим ей глобально вторую часть. А сейчас я хотел поговорить все-таки о службе и о юридической, что ли, составляющей. Вот смотрите, сегодня, вернее так, раньше человек советский, он даже не знал, что может быть такая таможенная служба есть. Ну, пограничники есть, а таможня мне нужна была, потому что куда ехать? Согласна, согласна, вы правильно. Теперь мы все время передвигаемся, и практически любой человек может куда-то поехать, если у него есть средства, возможности, время и так далее. Желание. И мы с таможней сталкиваемся. И вот тут, что важно, мы не только сталкиваемся с нашей родной таможней, но мы сталкиваемся с таможенными службами других стран. У нас всегда есть сравнение. Вот у меня всегда один и тот же вопрос. Да, в последнее время таможенная служба, ну, по крайней мере, стройна. Это уже хорошо. Но почему они никогда не улыбаются? Почему во всех таможнях мира, в арабских странах, причем в странах, где очень сложный, скажем так, переход границ, существует определенное ограничение, в европейских странах, да, подходит ребенок, сразу, значит, таможенник что-то там начинает, при этом он делает свое дело, мы понимаем, что он не теряет бдительности. У нас все равно на тебя смотрят, а ты куда собрался-то? Или когда ты возвращаешься, а ты чего, приехал-то? Почему нет теплоты в глазах наших таможенников? Ну, вы знаете, наверное, не совсем корректно мне будет говорить за службу. Я вот хочу сказать, что мы учим студентов, которые впоследствии приходят на работу в таможенные органы Российской Федерации, да? И, конечно, мы закладываем и это в них тоже. Вы совершенно правильно говорите, это лицо Российской Федерации, тех, кого мы видим впервые, первыми, кого мы видим, это именно эти люди. Ну, трудно сказать, наверное, все зависит от человека, но я хочу сказать совершенно и честно, и, в общем-то, сегодня просто это такая, такая необходимая, необходимая такая составляющая. Конечно, мы студентов учим, даже если гость находится на территории академии. Конечно, его нужно радушно встречать. А радушие в этом и выражается, то, о чем вы говорите. Конечно, нужно улыбаться, выразить то, что ты очень рад. Да даже не улыбался, какое-то такое живое лицо должно быть. Конечно. Ну, поэтому, наверное, мой ответ будет именно таким. Может, это традиция такая, что если ты вот в форме, ты представляешь, что ты как-то, ну, знаете, как воспринимаешь человека, особенно иностранца, да, который приезжает в твою страну не как туриста, не как какие-то инвестиции, не как человека, который, ну, добро несет, да, а сразу воспринимаешь его, а мало ли что. Ну, я не думаю. Все-таки сейчас совершенно другие времена. И, конечно, посмотрите, какое количество туристов в нашей любимой Москве. Но, тем не менее, все равно, когда возвращаешься... Ну, значит, надо к этому быть. Идем мы, вот, я же говорю, идут студенты. Это новое поколение. Все постепенно. Совершенно верно. И я думаю, что вот через какое-то время, пересекая границу Российской Федерации... Светами будут встречать. Да, да, да. Вы сразу понимаете, что это один или одни из студентов, выпускников Российской Таможенной Академии. Скажите, пожалуйста, юридическая составляющая, человек, который... Ну, я сейчас говорил, естественно, воспринимая таможню, как люди, которые... Ну, публично, да, которые там проверяют все наши или не проверяют, в зависимости от того, какая идет там установка и так далее. Ну, я имею в виду таможенную службу. Да, иногда бывает, проходишь, на тебя никто не обращает внимания, как тебе кажется, по крайней мере. Они же должны хорошо знать законы, да. Почему? Потому что служба очень ответственная. И не только законы, например, Российской Федерации, но желательно, наверное, знать еще и законы страны, из которой кто-то приехал. Вот скажите, юридический факультет Российской Таможенной Академии, чем он отличается от традиционного там университетского юридического факультета? Вы знаете, как совершенно правильно вы поставили вопрос. В этом году Академии исполнилось 26 лет. В этом году юридическому факультету Российской Таможенной Академии исполняется 25 лет. Действительно, мы учим по тем федеральным государственным образовательным стандартам, по которым учат все университеты, академии, вузы, в которых есть вот наше направление подготовки, оно называется юриспруденция. Но, тем не менее, у нас есть так называемая вариативная часть, в которой мы даем специфику деятельности таможенных органов Российской Федерации. И студент получает знания именно в этой области. Сегодня мы готовим студентам по пяти профилям. Это государственно-правовой профиль, это уголовно-правовой профиль, это гражданско-правовой профиль, это то, о чем вы спрашиваете, международно-правовой профиль, и это оперативно-розыскная деятельность таможенных органов. Правильно я понимаю, что помимо таможенных дисциплин, человек может, в конце концов, быть просто юристом даже по гражданскому праву? Совершенно. У нас очень востребованный гражданско-правовой профиль, это цивилистика так называемая. Конечно, мы даем дипломы, которые являются дипломами установленного образца. Юрист с нашим дипломом может работать в любом органе, организации Российской Федерации. Поэтому, конечно же, специфика деятельности таможенных органов отражена в наших дисциплинах. Мы даем им знания и по таможенным платежам, и по таможенной стоимости. То, что необходимо, и по особенностям, скажем, расследования преступлений, которые отнесены или подследственны таможенным органам. Поэтому, конечно, эти знания им необходимы. Когда они придут на работу в таможенные органы, именно в этом специфика, и именно на это должен быть сделан упор при обучении. Что касается в целом базовых дисциплин гражданского права, уголовного права, теории государства права, истории государства права, зарубежных стран, отечественных государств и права, конечно, эта вся база закладывается в равной степени как в других вузах, так и, конечно же, в нашем вузе. И вот тут, Индира Георгиевна, мы к главному вопросу подходим, к юридическому главному вопросу. Ведь, согласитесь, было время, когда либо врач, даже врач не столь был интересен, было две главных профессии, на которых детей устраивали как могли. Это экономист и юрист. Почему-то, видимо, понятно было, что экономист это как-то связано с новой экономической политикой, назовем это так. С финансами, наверное. Да, с финансами. В первую очередь, да-да-да. Вот, а юрист это как бы, ну, знаете, адвокат, прокурор, в зависимости от того, судья и так далее, и тому подобное. Сегодня есть ощущение, что не так уже популярна эта профессия. Разубедите меня, или, может быть, я прав? Вы знаете как, это элитарное образование. И было очень и очень сложно поступить на юридический факультет. Ну, я не буду сейчас говорить, кто имеет юридическое образование, и наши руководители государства имеют именно юридическое образование. Для меня оно всегда будет элитарным, оно не должно быть массовым. Вот то, о чем вы говорите, действительно, это была возможность у вузов зарабатывать деньги. Вот такое наступило время, когда, ну, технические специальности, они не давали возможность в вузу заработать что-то. А вот набрать, открыть у себя такую специальность, или сегодня это направление подготовки, набрать студентов, заработать, а что дальше будет, и что это за юрист будет, это уже был неинтересный вопрос. Вот это время, конечно, было. И я должна сказать, что, конечно, сегодня есть такая ассоциация юридического образования, есть ассоциация юристов России. Они делают все для того, чтобы вот это образование привести в ту норму, которая бы позволила юристу быть юристом, знания его были действительно полезны человеку. И чтобы человек хотел пользоваться, потому что мы же боимся приходить сегодня к юристу. Ну, вы сейчас говорите, ну, конечно, это неправильно. Не может каждый второй, кого мы встретили... Да, совершенно верно. Я всегда говорю, это те, кто действительно имеет диплом о высшем юридическом образовании. Но не юристы. Понимаете? Поэтому... Спасибо большое. Делаем небольшую паузу. У нас в гостях Индира Георгиевна Цапанова, декан юридического факультета Российской таможенной академии. Об академии мы поговорим более подробно совсем скоро. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И у нас в гостях декан юридического факультета Российской таможенной академии, полковник таможенной службы Индира Георгиевна Цапанова. Индира Георгиевна, как и обещал, поговорим о, собственно говоря, самой академии. Это же гордость городского округа Люберца, правда? Ну, здесь вы совершенно правы. Я думаю, что это гордость Российской Федерации. Кто сейчас учится? Откуда приезжают? И вообще, как много людей? Есть, конечно, такие данные, можно сообщить. Да, конечно. Вы знаете, как, к нам приезжают со всех уголков нашей большой страны. Со всех уголков. У нас есть три филиала. Так. В городе Ростове-на-Дону, на юге. У нас есть на Дальнем Востоке филиал Владивостокский, совершенно верно. И есть филиал в городе Санкт-Петербург. И, тем не менее, это все наши подведомственные учреждения, но и в эти филиалы, а в Российскую таможенную академию наш головной офис, назовем его так, конечно, приезжают, ну, практически 85% это приезжие студенты. Ну, вот сколько набор сейчас уйдет на первый курс, так, в среднем? Ну, вы знаете, как разное по факультетам, вот я скажу, у меня набор в этом году на первый курс очной формы обучения составил 119 человек. Ого! У меня есть еще сегодня есть очно-заочная форма подготовки. Вот это к вопросу о выхолощивании всего некачественного и создании качественного продукта, качественного юриста. Сегодня нет заочной формы обучения для абитуриентов, которые закончили школу и пришли учиться. Они идут обучаться на очно-заочной форме обучения. Заочно можно учиться, только имея высшее образование. Ну, да, это как дополнительное образование или там... Ну, второе, 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 второе. Значит, интерес есть. Люди идут с какими баллами, кого вы берете, потому что есть ли у вас бюджетные места или их мало? Кого мы берем? Мы какого-либо внутреннего экзамена не имеем. Как мы с вами вот говорили, у нас диплом установленного образца. В этой связи студенты сдают ЕГЭ в школах и к нам приходят в таком же порядке, как и в любой другой вуз. Что касается балла, то предельный на бюджет в этом году балл составил 252 балла. Это нижний. А что касается внебюджетной, то есть платной формы подготовки, такая у нас тоже есть, 193 балла. Это достаточно высокий балл. Что касается бюджетных мест, они есть, конечно, у нас же государственные учебные заведения. Это 40 бюджетных мест. Это не тайна. А вот сейчас проходят проверки в течение года, там и потом еще какое-то время. Рособорнадзор обзванивает студентов, выпускников, спрашивает, устроились ли вы по, так сказать, той специальности, которой вас обучали. Исходя из этого, ну скажем так, вуз либо подтверждает свою значимость, либо какие-то проблемы возникают. Вот ваши выпускники устраиваются? Первое, что я хочу сказать, я вот даже не дала вам договорить, но то, что действительно вопрос трудоустройства, он принципиальный, это правда. Что касается нашей академии, в частности, моего факультета. Федеральная таможенная служба на сегодняшний день сделала и организовала все таким образом, что наши студенты востребованы в таможенных органах обстоятельств. Еще до практически, да? До того, как он закончил обучение, они имеют возможность, во-первых, они бывают на практике, во-вторых, они имеют, ну назовем это так, предложение от таможенных органов для трудоустройства. Ну, что касается студентов юридического факультета, конечно, это те подразделения, которые связаны с направлением деятельности. Да, да, да. Я вам назвала профили, поэтому это могут быть самые разные подразделения, которые туда приглашаются. И тут еще, что важно, да, все-таки городской округ Люберцы, и рядом есть город под названием Москва. Да. Как студенты, кто-то хочет уехать в Москву устроиться, или люди уезжают в самые разные уголки страны, потому что страна большая, граница большая, и таможни много. Мест должно быть много. Ну, вы знаете как, по-разному. Конечно, у нас нет вот то, о чем вы говорите, может быть, как предполагаете, что есть какое-то направление, и он в обязательном порядке, ну скажем, там, как выпускник университета МВД, пока не вели такую. Да, 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 едет работать туда, куда его направили, да, по распределению. Хотя у нас есть это распределение, и если у человека есть желание поехать, вот у нас были такие студенты, кто окончил обучение, здесь у нас является, пусть даже не жителем Москвы или там Люберец, но хочет поехать в какую-то таможню, но кто-то работает в Калининграде, поехал работать. Хороший город. Да, кто-то поехал работать в Карелию. То есть это все возможно, совершенно верно, да. Поэтому кто-то, кто откуда родом, они тоже возвращаются к себе. Ну, то есть москвичи стараются остаться здесь, а иногородние стараются. Да, да, да. Я почему этот вопрос адресую, потому что ведь эта служба очень близка, да, к силовому блоку, и поэтому понятно, что как офицер, да, армейский, он не спрашивает, сегодня он служит там-то, потом он переезжает туда-то и так далее. Есть вот такая возможность у таможенного юриста тоже, ну, менять свою жизнь, или он приезжает, например, в Калининград и остается там навсегда работать таможенник, если ему нравится, если ему условия такие созданы. Вы знаете, как он может работать, я сейчас не буду говорить о каких-то тонкостях кадровой службы, потому что... Ротация это называется. Да, это называется ротация, совершенно верно, но просто мне очень бы, наверное, хотелось говорить какие-то подробности, вдруг я что-то, да, могу сказать не так. Я вам могу сказать, что, конечно, возможность у него такая есть, и наши студенты, они приглашаются на работу, если... Вот кто-то у нас сейчас один из молодых людей, наш выпускник, кстати, очень хороший молодой человек, уехал работать в Новороссийск. Сейчас уже вот приступает к своим... Хотя родом он из Раменского, здесь у него мама, папа, в общем-то, ему можно было работать здесь и ни о чем, скажем, не переживать, о том, где он будет жить, как он будет жить, но он принял для себя решение, что вот раз Родина ему предложила такое место службы, он его для себя выбрал и поехал устраиваться вот в город Новороссийск. Да, вопрос, Индира Георгиевна, простите, что вас перебиваю, потому что мы к нему вышли. Сколько сегодня может получать, ну, в среднем, да, хороший таможенный юрист? Почему? Потому что если ему будет предложено не только место, и он будет знать, что он заканчивает вуз, едет уже работать, ему там будет предложена квартира, может быть, вплоть до того, что каким-то образом он ее получит и так далее, и это выгодная профессия. Хорошо можно заработать сегодня? Ну, вы знаете как, наверное, неправильно говорить для человека, который идет в государственный орган работать, заработать. Конечно, заработная плата должна быть достойной. Я не готова вам сейчас сказать, сколько тот или иной работник, сотрудник, государственный служащий получает или может получать. Конечно, выпускник, наверное, не будет получать каких-то больших денег. Не, ну, я вообще имею в виду глобальную. Но в целом сейчас делается все для того, чтобы эта заработная плата была достойной. И, конечно, понимаете, в чем дело? Сейчас все-таки век информационных технологий. Все очень быстро меняется. И, конечно, нужно иметь возможности и знания, чтобы быть конкурентоспособным в данном случае. А вот вы говорите, там предоставляется... Все зависит от места. И жилье предоставляется, если есть такая возможность. И заработная плата, она, конечно, увеличивается в зависимости от его времени, срока службы. Вот если мы говорим... Дело в том, что вот те, кто служит в правоохранительном блоке, так назовем, это и подразделения дознания, как я сказала, это и оперативно-розыскные отделы, есть еще их виды. Это те, кто носит погоны. У них там немножко другая система. Да, да. Поэтому сейчас говорить о какой-то такой заработной плате я бы не хотела, потому что это было бы, наверное, не совсем правильно с моей стороны. Ну, хорошо. Интересное, во-первых, это другая часть нашей страны. Ну, и самостоятельность определенная. Совершенно верно. Он может посмотреть, что он сам из себя представляет. Скажите, а можно... Как стать начальником таможни? Может, юрист, ваш выпускник российской таможни, стать начальником таможни? Конечно, конечно. Я сейчас не буду говорить там какие-то фамилии назвать. Но таких очень много. Я почему так говорю? Потому что сразу как-то вот, особенно в советское время, начальник милиции, начальник таможни, это же очень уважаемый человек. Потому что решает все вопросы, правда? Я не знаю, как по поводу решает вопросов, но что касается стать начальником таможни, конечно, это же... Вот еще не... Это же карьерная лестница, так сказать, поэтому юристу это тоже не возбраняется. Возвращаясь к теме обучения таможенника, вот то, что мы говорили в первой части про глаза, назовем так этот блок, когда я говорил. А теперь вторая часть. Вот мы же наблюдаем за работой таможенников. Бывают такие таможенники, что ты даже не замечаешь сам, как ты все показываешь, рассказываешь и так далее. О чем речь идет? Это талант должен быть какой-то таможенный у человека. Вот я бы не смог работать в таможне. Мне, чтобы постучаться в купе поезда, да, или заглянуть в багажник к автомобилю, ну, мне не хватает моих каких-то навыков. Что это за талант? Ну, вы правильно сказали, навык. Вы знаете, это тоже навык, совершенно верно, вот извините за тавтологию. Но не учила меня мама читать чужие письма. Как через это переступить, хотя речь идет о защите Родины и так далее. Я, во-первых, должна сразу сказать, что, наверное, не могу сейчас сказать, каким образом вот этому всему их обучают. Это первое. Это первое. А второе, конечно, здесь и навыки коммуникации, и, конечно же, те знания, которые закладываются в ВУЗе. Я же не могу сказать, что в таможенных органах работают только те, кто закончит Российскую таможенную академию. Это те люди, граждане, которые приходят на работу, устраиваются и работают с иным образованием, совершенно разным. Поэтому здесь своего рода талант, конечно, должен присутствовать. Потому что, понимаете, вы говорите сейчас об одной части работы. С такой мы сталкиваемся, конечно. Да, совершенно верно, потому что вы пересекаете границу Российской Федерации, и вы вот именно в этой части наблюдаете работу там. А она очень и очень многогранна. Вот я вам там назвала, где мои выпускники работают. Это, конечно, несколько другие, скажем, те подразделения, которые вы, к счастью, не видите. Хорошо. Ну и самое последнее. Итак, 25 октября день таможенной службы, или как правильно? День таможенника. День таможенника. Вы же полковник. Да. Ну где-то же погоны должны у вас висеть там в шкафчике. Ну не где-то, это как это так, где-то. Какой мундир праздничный есть какой-то? Ну, это форма такая же, это белая рубашка. И 25 октября-то с утра мундирчик. Вы знаете как, у нас накануне состоятся, я имею в виду таможенные камеры. И вас можно увидеть в погонах. Да, состоятся торжественные мероприятия. Вот в этой связи мы, конечно, одеваем форму и на торжественном мероприятии присутствуем именно в таком обличье. Вот так вот Индира Георгиевна Цапанова, наша сегодняшняя героиня, полковник таможенной службы, кандидат юридических наук, декан юридического факультета российской таможенной академии. И очень надеемся, что те люди, которые выпущены российской таможенной академией, они действительно играют большую роль в жизни страны. Потому что вы правы, мы сталкиваемся просто с конкретными людьми. Там же еще есть пограничная служба. А есть вопросы, которые мы, может, и не узнаем никогда, как они решаются. Спасибо вам большое. Приходите еще, приводите ваших самых лучших студентов. Спасибо большое за интересное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»